На книгу деяния апостольских Замковые дебожии доставляют удовольствие Это ясно из следующего Каково по твоему мнению состояние человека раздражительного И человека незлобивого и кроткого Не правда ли, что душа последнего похожа на некоторое уединенное место Где царствует великая тишина А душа первого на шумную площадь Где страшный крик и погонщики верблюдов, лошаков От слов кричат изо всей силы на проходящих, чтобы их не задавить Или еще Не походит ли душа последнего на середину городов Где сильный шум то с той стороны от серебряников То с другой от медников И где они обижают, где одни обижают, а другие терпят обиду А душа первого похожа на некоторую вершину горы Где веет легкий ветер и куда падает чистый луч солнца Откуда льются различные струи потоков И где встречаешь множество прелестных цветов Как на весенних лугах и в садах Красующихся растениями, цветами и струящимися ручейками Если здесь и бывает такой звук, то это звук приятный Доставляющий большое удовольствие тому, кто его слышит Если певчие птицы сидят вверху на ветвях деревьев И кузнечики, и соловей, и ласточки стройно воспевают какой-то один концерт Или тихий ветер, слегка касаясь ветвей деревьев Часто производят звуки, похожие на звук флейты Или на крик лебедя Или лук, покрытый розами и лилиями Которые склоняются друг к другу и отливают синевою Представляют как бы синее море в минуту легкого волнения Одним словом Здесь всякому можно найти много подобий Когда посмотришь на розы, подумаешь, что видишь радугу А посмотришь на фиалки, подумаешь, что видишь волнующееся море Посмотришь же на лилии и подумаешь, что видишь небо И не зрением только наслаждаешься здесь при виде такого зрелища Но и самим телом Здесь человек по преимуществу находит для себя отраду и отдых Так что скорее считает себя на небе, чем на земле Есть здесь и другой звук Когда вода непринужденно катится с вершины по расселинам И слегка ударяясь о встречающиеся камешки тихо журчит И такую разливает сладость по нашим членам Что скоро и сон, от которого невольно опускаются члены, не сходят на глаза наши Вы с удовольствием слушали мой рассказ И, может быть, даже пленились пустынной местностью А ведь душа великодушного человека Еще несравненно приятнее, чем эта пустынная местность Я не с тем коснулся этого подобия, чтобы описать вам лук Или чтобы похвалить это красноречием Но чтобы вы, увидев из описания, как велико наслаждение людей великодушных Увидев, что и обращение с человеком великодушным Доставляет несравненно больше и удовольствия и пользы, чем жизнь в подобных местностях Старались подражать таким людям В самом деле, если от такой души не выходит и дыхание бурное Но одни кроткие и приветливые слова, истинно подобные тому тихому веянию легкого ветра Одни убеждения, в которых нет ничего грубого А напротив слышится нечто похожее на пение птиц То не правда ли, что это лучше? Веяние слова ведь уже не на то тело падает, а оживляет души Не так скоро врач, как бы он не прилагал, старание освободить больного от горячки Как человек великодушный, дуновением своих слов Охлаждает человека и раздражительного, и пламенеющего гневом Но что я говорю о враче? И раскаленное железо, опущенное в воду, так скоро не потеряет своей теплоты Как человек вспыльчивый, если встретится с душою терпеливую Но как певчие птицы на рынке не имеют почти никакой цены Так точно и наши убеждения считаются пустыми словами у людей раздражительных Итак, крутость приятнее, чем гнев и ярость Но не это только нужно иметь в виду, но и то, что одно заповедано дьяволом, а другое богом Видите, я не напрасно сказал, что если бы, то не был дьявол и бог Самые заповеди были бы уже достойны для того, чтобы отвлечь нас от дьявола Человек кроткий и сам себе приятен, и остальным полезен А гневливый и сам себе неприятен, и прочим вреден Действительно, нет ничего хуже человека гневливого Нет ничего тягостнее, ничего несноснее, ничего постыднее Равно как и наоборот Нет ничего приятнее человека, который не умеет гневаться Лучше жить со зверем, чем с таким человеком Зверя только раз укротишь, и он уже навсегда останется таким Каким его приучили быть А это, во сколько ни укращая, опять ожесточается, потому что только на один раз усмирится Как отличен ясный и светлый день от времени ненастного и крайне печального Так и душа человека, гневающегося от души человека кроткого Но мы теперь еще не будем рассматривать тот вред, который происходит от людей раздражительных для остальных А посмотрим на вред, какой они причиняют самим себе Конечно, и то уже немаловажный вред, если мы сделаем какое-либо зло другому Но на это мы пока не будем обращать внимания Какой палач может истерзать до такой степени бока Какие раскаленные рожны могут так исколоть тело Какое сумасшествие может настолько лишить нас здравого смысла, сколько лишает гнев и бешенства Я знаю многих, которые сделались больными от гнева И жестоки горячки и всего боли бывают от гнева А если эти страсти так вредны для тела, то подумай, как вредны для души Не бери в соображение того, что ты этого не видишь, но подумай Что если и то, что воспринимает зло, терпит такой вред Какой же вред получит то, что его рождает Многие от гнева потеряли глаза Многие впали в самую тяжкую болезнь Между тем человек великодушный легко перенесет все Но несмотря на то, что дьявол дает нам такие тягостные повеления И в награду за то предлагает Гиен, но несмотря на то, что он дьявол и враг нашего спасения Все же мы больше слушаем его, чем Христа Хотя Христос наш спаситель и благодетель И предлагает нам такие заповеди, которые и приятнее, и полезнее, и благотворнее Которые приносят величайшую пользу и нам, и тем, кто с нами живет Нет ничего хуже гнева возлюбленной Нет ничего хуже неуместной раздражительности Гнев не терпит дальнего отлагательства Это бурная страсть Часто случается, что в гневе иной скажет такое слово, что вознаграждение которого нужна целая жизнь Или совершает такое дело, которое не спровергает всю его жизнь Ведь то-то и ужасно Что в короткое время через один поступок Через одно даже слово эта страсть часто лишает нас вечных благ И делает напрасными бесчисленные труды Поэтому умоляю вас, употребите все меры к тому, чтобы обуздывать этого зверя Я сказал о кротости и гневе Но если кто станет рассуждать и об остальных качествах Например, о любостяжании И презрении богатства, распутстве и целомудрии О зависти и добродушии И сравнит их одно с другим То узнает, что и здесь есть различия Видели вы, как ясно из одних только заповеди открывается Что один Бог, а другой дьявол Будем же повиноваться Богу и не станем вергать себя в бездну Но пока есть еще время, постараемся омыть все, что оскверняет душу Чтобы сподобиться вечных благ По благодати и человеколюбия У Господа нашего Иисуса Христа С которым Отсутся Святым Духом Слава, Держава, Честь Ныне и пресно и во веки веков Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!